Друзья мои, судя по тому, что вы видите передо мной и по тому названию ролика, который вы прочитали, вы наверняка уже догадались, мы сегодня поговорим о наушниках. Наушники, конечно же, вошли в нашу жизнь, особенно в жизнь детей и подростков, и всех тех, кто спортом занимается, это уж точно. Вообще, бродить, дышать с чистым, прохладным, влажным воздухом и проводить выходной на природе, по нынешним временам очень здорово слушая музыку. Мне, конечно, шум моря нравится больше, но, тем не менее, наушники очень плотно в нашей жизни. И вместе с наушниками в нашу жизнь входит множество проблем. Я прекрасно понимаю, что когда мы обсуждаем проблемы наушников, то мы можем столкнуться от такой ситуации, когда, например, родители разбросали по дому наушники, особенно маленькие наушники, мелкие, особенно беспроводные наушники, а ребенок нашел эти наушники и проглотил, и тут возникает такая нестандартная ситуация. Когда ребенок проглотил наушники, что делать? А что делать? Внимательно посмотреть нашу программу под названием «Ребенок проглотил несъедобное». Там обо всем этом. Еще одна тема, конечно же, плотно связана с наушниками. Эта тема, кстати, страшно волнует практически всех, кто за рулем автомобиля. Когда мы видим велосипедиста перед нами или прохожего перед нами, который ни на какие звуки не реагирует. Вот 100% этот велосипедист или этот прохожий, он с наушниками. И, конечно, это отдельная тема. И кроме как проводить воспитательную работу, уговаривать людей, учить детей тому, что надо быть осторожными в этой ситуации, ну, других способов помощи я как бы и не знаю. Кроме этого, хотел бы обратить ваше внимание на то, это просто совет, что когда наушники накладные, то это более комфортно для уха. Ну, звук более естественный. Опять-таки, ушная раковина участвует в формировании звуков. В любом случае, как врач могу сказать, что когда мы постоянно что-нибудь засовываемся в ухо, то и риск инфицирования, и риск травм, все это заметно выше. То есть понятно, что накладные наушники намного более физиологичны. Тем не менее, сегодня я хотел бы поговорить и дать советы касательно совершенно конкретной ситуации. Как наушники влияют на наш слух, на слух ребенка, и как мы можем риск уменьшить. Итак, в чем суть проблемы? Громкий звук, длительное воздействие на орган слуха, все это неминуемо, еще раз говорю, неминуемо, рано или поздно, приведет к ухудшению слуха. О чем идет речь? Речь идет, есть такой термин, высокочастотная потеря слуха. То есть слух начинает реально снижаться, и полностью, обращая внимание, необратимо теряется прежде всего в той области, которая воспринимает высокие частоты. То есть мы можем это заметить, ну, например, ребенок не просто переспрашивает, а, например, ребенок высокие тона, например, маму, слышит хуже, чем папу. Или ребенок хуже воспринимает детские голоса. Ребенок плохо слышит пение птиц, например. Вот те звуки, которые идут в высоком диапазоне. Обращаю ваше внимание на очень принципиальный момент. Это очень важно. Высокочастотная потеря слуха необратима. То есть нет волшебных таблеток, нет капелек в уши, которые в состоянии пропавший слух в данной ситуации восстановить. Тем не менее, три очень простых, легко реализуемых совета, которые позволят всех этих неприятностей избежать. Совет первый. Есть три возраста, применительно к подросткам, когда очень надо посетить лор-врача и сделать так называемую аудиограмму, то есть проверить состояние слуха. Если ваш ребенок, ну, полжизни проводит в наушниках, я вам очень советую пойти по этому пути. Возраст следующий. 14 лет, 16 лет, 20 лет. Вот запомните три эти цифры. Совет второй. Он еще проще, еще легче реализуется. Суть этого совета правило 60 на 60. Суть. Когда вы на своем смартфоне выставляете громкость, вот пусть ползунок громкости будет не выше 60%. Это, кстати, несложно посмотреть на смартфоне вашего ребенка. И после 60 минут прослушивания надо делать перерыв. Ну, хотя бы на 6 минут. Совет номер три. Касается приобретения наушников, выбора наушников. Ну, вскользь я уже сказал о том, что лучше накладные наушники, но не это самое главное на самом деле. С точки зрения воздействия на орган слуха, очень хорошо бы купить наушники, в которых есть, то есть присутствует система шумоподавления. То есть наушники, которые программно, по своему устройству, блокируют внешние шумы. Именно внешние шумы заставляют людей делать звук громче, чтобы это все не слышать вокруг. А вот когда есть система шумоподавления, мы можем не крутить громкость на полную и воспринимать звуки достаточно комфортно. Поэтому большая просьба к родителям, если уж вы пошли навстречу дитю и приобретаете ему в качестве подарка наушники, пожалуйста, не экономьте и с самим ребенком. Посоветуйтесь о системе шумоподавления. Как правило, дети, которые регулярно пользуются наушниками, разбираются в этом намного лучше, чем мамы и папы. Еще раз обращаю внимание. Да, не у всех есть возможность приобретать хорошие наушники с системой шумоподавления. Поэтому, если вы не можете реализовать совет номер три, для вас особо актуален совет номер два. Вот то самое правило 60 на 60. Собственно говоря, вот и все советы. Приятного вам прослушивания, красивой музыки. Будьте здоровы! Желаю вам доброго полета! Поехали! Юстон, у нас проблемы. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok